Начнем с глобального. Государство не теряет интереса к северным землям. Богатство России должно прирастать Арктикой. Такую мысленно большой пресс-конференции озвучил Владимир Путин. Тема эта в последнее время вновь стала звучать часто. Понятно, что развитие северных территорий невозможно без людей. А как раз с этим ресурсом ситуация становится все острее. Отток населения фиксируется практически на всей территории Заполярья. И большинство федеральных экспертов считают, что удержать народ на местах можно за счет создания комфортной городской среды и развития социальной инфраструктуры. А как думают сами северяне, что заставит их отбросить мысли о переезде в теплые края? Норильск должен перестать быть городом такого временного проживания. Потому что все равно сюда, хотя еще в советское время у меня родители сюда переехали, но все равно переезжали временно, на какое-то время. А в итоге затягивает и все равно хочется как-то на материк перебраться, потому что там и с образованием, как бы лучшие перспективы, с карьерой. Как бы здравоохранение, вы знаете, мне кажется, все-таки немножко у нас стало похуже, чем было раньше. Ну, это мое мнение, конечно. Если бы ситуация улучшилась в этом плане, вы бы остались? Я бы подумала, наверное. Единственное, что в жизни, что так серьезно отравляет жизнь, это коммунальные услуги. То нет отопления, то залития, очень трудно договариваться о чем-то с ними, не дозваниваешься. Если бы этот вопрос решился, и все бы наладилось? Нет, обстоятельства складываются, и возраст уже надо быть на материке. Город для молодых, Норильск. В принципе, пока молодые приехали, отработали свое, заработали необходимое, в принципе, тот минимум, который я считаю, ну, пенсию заработать, ну, в принципе, этого достаточно. В плане зарплат, как вы считаете, выгодно ли Норильск отличается от материка? Да, намного отличается. Тут очень плохо насчет зарплаты. Это очень... А почему плохо? У нас же как бы зарплата выше, чем в стране. А цену в магазинах посмотрели? Цену в магазине посмотрите, и потом будете говорить. И Государственная Дума озаботилась длиной северного рубля. Что бедняшку скукожило, поняли не по самому рублику, а по тому, как сокращается северное население. Только за последние пять лет и только европейский север России покинули около 130 тысяч человек. Цифры пугающие. Норильску эта тенденция тоже хорошо знакома, и уезжают не только пенсионеры, но и выпускники школы, молодые северяне. Как сделать севера великими, снова задумались в экспертном совете по развитию Крайнего Севера. И первым делом предложили изменить существующую систему северных надбавок. Чем же она плоха? Мы связались по скайпу с главой экспертного совета Ольгой Епифановой. И вот что она сказала. При СССР эта система была блестящей. Она была очень успешна, поэтому большое количество людей выехало и работало на севере. Но у нас не плановая экономика, мы уже 25 лет живем в рыночной экономике. У нас нет госплана, госплана, которые все северные издержки ставили, как бы учитывали в федеральном бюджете. Поскольку федеральный бюджет уже не участвует в компенсации севера. Это все свалилось непосредственно на регион и на все хозяйствующие субъекты. Притом крупные предприятия, которые с трудом, но выдерживают реальную компенсацию северных. Есть частный бизнес, мелкие и средние, которые не способны это выдержать. И у нас даже бюджетные организации не способны выдержать ту компенсацию, которая считается длинным. Поэтому де-факто в размере самой суммы люди не получают северные. Прерву здесь комментарий эксперта, чтобы разъяснить важный момент. Про то самое де-юре и де-факто, о чем это, представьте, что есть две организации, занимающиеся примерно одной работой. Одна назначает зарплаты работникам, оглядываясь только на рынок труда и реальную стоимость рабочей силы. А северных не волнуется. Вторая фирма работает полностью в белую. Она обязана платить северные. Ей от этого не уйти. Но чтобы быть конкурентно способной и не завышать в разы затраты на рабочую силу, она старается сделать минимальной ту базу, на которую накручиваются северные. В итоге получается, что есть северные, что их нет. Люди в двух фирмах будут получать на руки примерно одинаковую зарплату. С этой точки зрения критика существующих надбавок понятна. Но едва ли северяне готовы отказаться хоть от таких гарантий? Не поняв точную схему новых выплат. А новой схемы нет. Экспертный совет для начала хочет проанализировать зарубежный опыт. Например, в Канаде никакие проценты на зарплату не накручиваются. У них есть фиксированные выплаты тем, кто живет на севере. Выплаты эти учитывают не только климат и географическое расположение, но и инфраструктуру и общий уровень комфорта. То есть если Норильск с Мурманском примерно на одной широте, но у Мурманске в ноябре травка зеленеет, и до Питера можно доехать хоть на машине, хоть на поезде, то мурманчане живут в менее сложных условиях, и уровень выплат будет одним. В Норильске – другим. Зато Норильск покажется Вегасом в сравнении с поселками Таймыра. А значит, наибольшие выплаты получат жители малых северных поселений. Это, повторюсь, лишь пример того, как выглядели бы некоторые иностранные практики, перенесемые их на свою землю. Эксперты же пока очень осторожны. Нашим ученым надо сделать модели, надо их примерить в нашей территории, ни в коем случае не затрагивая нынешнюю систему, ничего не меняя. Потому что очень часто, очень поспешные решения в нашей стране приводят только к улучшению жизни людей, что в принципе не должно быть. И против чего мы все законодательства будем против. Мы как раз говорим о том, что в первую очередь наша задача – дать нашим ученым возможность изучить и найти те модели, которые будут для нас хороши, которые только улучшат жизнь в себе. Когда будут предложены такие модели, даже примерно сказать нельзя, хотя попытки пересмотреть систему полярок были и раньше. И тут наши власти кидают из страны в сторону, как флюгер на ветру. Вот министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Сейчас говорит, что районные надбавки трогать не надо, что тема эта чувствительная. А три года назад тот же Топилин на том же посту сам собирался отменить северные коэффициенты, называя их лишней нагрузкой на бухгалтерию. После таких заявлений в Архангельске на митинг вышло около 2000 человек и еще около 1000 в Северодвинске. Проект Ольги Епифановой и ее коллег обещают стать более продуманным, потому что она сама из Архангельска. Но даже ей, как и другим представителям северов, в одиночку защитить интересы жителей арктических регионов будет непросто. В Севере живет меньше 10% населения. В нашем государственном устройстве вся представительная власть избирает население. И наши 9% населения ровно такое количество, как всех представителей федеральных органов власти. И, конечно, 9% представителей никогда не смогут ничего отбить или поправить, которые должны решать за счет 90% населения другой страны, потому что представители не дадут это сделать. Каждый регион найдет свои аргументы. Поэтому мы, живущие на Севере, понимаем, что у нас есть огромная проблема с северными компенсациями. Но на федеральном уровне, к сожалению, эта повестка не стоит. На федеральном уровне все уверены, что по Северному все нормально и не облачивается полным объемом. Так что будьте в курсе того, что обсуждают в Думе о вашей жизни и о ваших деньгах. Не стесняйтесь публиковать в интернете свои примеры реальных северных зарплат, чтобы товарищам с материка было очевидней, какой длинный на Севере рубль. А мы с удовольствием обсудим эту тему вместе с вами. Наша электронная почта на экране. А теперь еще об одной федеральной инициативе. Госдума ужесточила максимальное наказание за жестокое обращение с животными. С одного года до трех лет заключения поводом стала прокатившаяся по стороне волна издевательств над четвероногими. Для Норильска это тоже актуально. В октябре зоозащитники обнаружили на территории службы отлова своих домашних питомцев мертвыми. Возглавляет эту службу прижим дистанционно красноярский предприниматель. Городская администрация сотрудничала с ним два года. Но после разразившегося секандала и возбуждения уголовного дела от услуг красноярцы решили все же отказаться. А по фактам, на которые указали зоозащитники и выявила прокуратура, сейчас как раз идет расследование. Но поможет ли еще одно ужесточение наказания за жестокое обращение с животными повлиять на ситуацию? Своим мнением поделился председатель Таймырской федерации издового спорта владелец питомника Хаски Геннадий Полторыхин. Ужесточением закона проблему не решить. Не решить ни одну проблему. Должно быть и стимулирование. Меньше не станет от этого. Как выкидывали, так и будут выкидывать. В нормальных городах Российской Федерации существуют программы стерилизации, государственные программы. Сейчас зайдите в соцсети. Очень много фотографий с собачками, в частности, у которых в ухе желтая бирка. Желтая бирка говорит о том, что собачка отловлена, стерилизована. Она не представляет агрессии. Она прилита и она выпущена на волю. Вот эти собачки, которые выпущены, они сами в том числе контролируют численность бездомных собак. Жестко, но тем не менее. Возможно, с ужесточением наказания за жестокое обращение с животными ситуация и изменится, но пока цифры говорят о другом. По всей стране только за три последних года реальный срок получили всего шесть человек. От проблем федерального масштаба к местным. О них власти услышали во Всероссийский день приема граждан. Всего в Большом Норильске за консультациями обратились 109 человек. На что люди жалуются, знает Анастасия Гринько. Всероссийский день приема граждан. В Норильске он традиционно проходит на базе МФЦ. Прием ведут глава города и его заместители в различных сферах. А с какими проблемами норильчане пришли сегодня в МФЦ, мы сейчас узнаем у них самих. Работа. Безработица для молодых, кто с армии пришел, мне кажется, и кто учился, работы нет. То же самое. Также работы нет, тяжело. Вот с детскими садами вообще. Проблема большая. Дороги не чистят. Вообще после снега на машине вообще не проехать. Проблема с банкоматами, в которых постоянно или связи нет, или налички нет. Я вот житель Аганера и не смогла сегодня в связи со смертью тети отправить на похороны деньги. Потому что банкоматы там не работают, почта берет только наличные. Она с карточкой не работает. Вот мне пришлось приехать и стоять вот здесь вот. С жителями власти города встречаются лично по поручению президента с 2013 года. В Норильске встречи проходят не только 12 декабря, а ежеквартально. За четыре года взглянуть в глаза власти пришли 1400 человек. То есть примерно 350 человек в год. Кому-то эти встречи помогают, а у кого-то их эффективность вызывает вопросы. Куда пальцем не ткни, проблема, проблема, проблема. А ее никто не решает. Никто. А нам не доступиться. Вот прием ведут. И что толку? Что толку от того приема? Я два года не могу ответ получить. От Калинина. А вы были на приеме? Была, да. И что говорили? Следующий прием, следующий. И два года, следующий прием. И что туда идти, сидеть? Очереди к чиновникам в самый разгар Всероссийского дня приема практически нет. Такое ощущение, что позицию пожилой норильчанки разделяют многие горожане. А может, все-таки зря? За кадром мы часто слышим, до наших властей не достучаться, не дотянуться. Ну вот они, наши власти. Ну приходите, спрашивайте. В чем проблема? В том, что люди боятся идти к властям? Или в том, что не знают о таких встречах? Пока не ясно. Но ясно, что если эту проблему не решить, то коммуникации между властями и людьми так и не наладится. Анастасия Гринкортиевна, Смирнов. Новости Северного города. С вами новости Северного города. И теперь о большом спортивном событии. Отборочный тур ночной хоккейной лиги стартовал на Каирканском льду. Норильчане играли против дудинцев. Впереди еще около 40 встреч. Победители отправятся в Сочи на финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей. То есть северные спортсмены выйдут на федеральный уровень. Стоит отметить, что ночная хоккейная лига появилась в Норильске благодаря Нурникелю. Президент компании Владимир Потанин сам активный игрок. А теперь и у всего Северного города возможности стали шире. Михаил Чернов продолжит тему. Дудинка против Норильской атаки одна за другой гости признают норильчане на голову сильнее. Отсюда и ошибки в обороне. Мы уже когда бежали сюда, мы уже наелись. Один бежит, другие меняются. Зачем? Но я отмечу, что это уже вторая игра. Первая состоялась между командами «Ремонтник» и «Заполярник». Сейчас счет на табло 4-1 в пользу Норильча. У нас вот 7 человек. Поэтому явная преимущество уже в количестве игроков. Ну а качество примерно одинаковое. У них больше опыта, чем у нас. У нас 3 года команде всего. И все пришли туда, ну в принципе, без подготовки, без перводачальности. Отборочный тур продлится до середины марта. Победитель поедет на финал в Сочи. Там встретятся сильнейшие любительские команды ночной лиги хоккея. Ее создали в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Проект активно поддержал президент «Ремонтник» Владимир Потанин. Весной этого года он и такие звезды отечественного хоккея, как Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Павел Буре, провели благотворительный матч со сборной Норильска. Именно эта игра и стала толчком к развитию ночной лиги хоккея на Таймыре. Совместно с руководством Норильского никеля, с управлением по корпоративным вопросам, мы совместными усилиями открыли сегодня этот отборочный этап в городе Норильске. Норильчане все же вырвали победу у Дудинки. Счет 6-5. Следующая игра состоится в понедельник. На льду Арктике встретятся «Ремонтник» и «Алитнок». Михаил Чернов, Геннадий Зверев. Новости Северного города. Уверенные в себе люди-спортсмены. А как избавиться от зажимов и обрести уверенность в себе тем, у кого ее нет? Об этом норильчанам рассказал преподаватель ГИТИСа Тарас Белоусов. К нам приехал, чтобы размять юных чтецов перед конкурсом «Живая классика». Но один мастер-класс посчастливилось получить и нашим коллегам по медиакомпании «Северный город». Получилось живо! Твердо стоять на ногах, знать, что делаешь и не допускать волнения. Быть здесь и сейчас. Вот основа философии, которой поделился с северногородцами Тарас Белоусов. И она важна не только актерам. Здесь и сейчас. Вот, ребята, это основа, это залог определенного, да можно даже так сказать, успеха. Не присутствовать, не прийти, не отсиживаться, не мечтать, не летать во блатах. Быть здесь и сейчас. А еще важно чувствовать друг друга и сотрудничать. В качестве примера Тарас предлагает упражнение. Лидер ведом. Ведом и закрывает глаза. Ваша задача, сейчас не секунду откройте, мяч, это ваше какое-то определенное дело. Это ваш диалог, это ваша сделка, это ваши задачи, это ваше совещание, это ваш проект. Ты лидер. Сейчас прислонитесь к его, пожалуйста, лбами. Задача лидера без рук и без слов, довести коллегу до его места и посадить. Конечно же, не уронив при этом мяч. Не так просто, как может показаться, но со второй попытки все получается. Преподаватель доволен. Вы не присутствовали, вы были и выполняли конкретную задачу. Ты же у меня не спросил, а как мне его посадить, а как, а как, вот еще разница так. У него была цель посадить. У них у дворей была цель удержать, сделать диалог. Но здесь, сейчас они совершили продуктивное и целесообразное действие. Продуктивность и целесообразность, по мнению Тараса, это залог не только успешной работы, но и счастливой жизни. А такие мастер-классы – отличный способ даже не научить, а напомнить людям, как важно быть счастливым каждое мгновение. И в работе тоже. Анастасия Гринько, Геннадий Зверев, новости Северного города. А студенты Норильского колледжа искусств готовятся осчастливить всех норильчан. Они ставят для горожан новогоднюю сказку. Для них это не просто выплеск фантазии актерского мастерства, но и дипломная работа. Основа постановки – рассказы Сергея Козлова. Его «Южика в тумане», наверное, помнит каждый. Не менее мистическая атмосфера и в студенческом спектакле. Представь, если вдруг я совсем исчез, вот что бы ты тогда делал? Я бы перерылся вокруг. И ты бы обязательно нашелся. Дружба – главный лейтмотив постановки. Яркого антуража не будет. Декорации и костюмы сдержаны, но в современных трендах. Акцент на эмоциях персонажей. Студенты вместе с художественным руководителем постарались сделать их понятными для зрителя. Если даже хоть три человека из зала выйдут из нашего после спектакля, поняв, что дружить надо, не надо тратить время, не надо тратить время на какие-то мелочные склоки. Надо просто жить, радоваться сегодняшнему дню. Ограничений по возрасту для зрителей нет. Широкой публике постановку покажут всего один раз. 27 декабря. Новый уровень школы Краеведа. В этом году проект, уже хорошо известный в Норильске, получил поддержку не только Норникеля, но и фонда президентских грантов. Что изменится для участников, расскажем прямо сейчас. Президентская школа Краеведа – это новая возможность узнать о малоизвестных страницах истории Норильска и провести собственные исследования. Скучать не придется. В планах лекции работа в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Ярославля. А в июне стартует полевой сезон. Походов по окрестностям Норильска будет немало. Самое главное, люди, подготовленные нами в рамках предыдущих школ Краеведа, они уже будут брать на себя в этот раз функции лекторов и организаторов походов. То есть они будут полноценно вести себя как матерые краеведы, как организаторы вот этого всего действия. То есть основная задача школы Краеведа – это трансляция знаний и умений Краеведения. Больше лекторов – значит больше разных точек зрения. И если в прошлые годы прием был ограничен, теперь попробовать себя в Краеведении смогут все желающие. Главное – успеть заявиться до 27 декабря. Сделать это можно на Толнахской 13 в офисе номер один. А вот просто прийти на лекцию или экскурсию теперь не получится. Таковы условия президентского гранта. Анастасия Гринько, Геннадий Зверев, Новости Северного города. Далее новый рейтинг дорожных нарушений. За эту неделю его собрали норильские водители, участники общественной группы в АЦАПе. Показали нам и отправили в ГИБДД. Кто отличился на этот раз, знает Михаил Чернов. Северный город, ГИБДД и водители-активисты продолжают свой общественный дорожный надзор. На этой неделе видеорегистраторы собрали богатые урожаи нарушений. Кто попал в объективы, об этом я расскажу далее. На четвертом месте нашего чарта сразу несколько водителей. Видно, как поддав газку, они идут на обгон там, где этого делать нельзя. А вот чем иногда заканчивается спешка. Авария на трассе на Риск-Толнах. Зачинщик жив, пассажиры в больнице. Водителя другой легковушки спасти не удалось. Ему было всего 28 лет. Третье место тоже поделили несколько автовладельцев. Все они любители игнорировать знаки. Движение в этих местах разрешено на правое исключение ночное время. О чем и сообщает знак. Но водители упрямо едут прямо. А вот кто оказался на втором месте. Комментарии тут не нужны. Вот водитель заехал. Номер. Да, едет на меня. Задавит пешеходов. Вот знак, что стоянка запрещена. Вот номера. Давит меня. Вот такие у нас водители культурные. Вот он. Ага. Пальма первенства у этого водителя. Он едва не сбил школьника на пешеходном переходе. Никто не пострадал. Но водитель легковушки все же ответить придется. Напомню, что это и другое видео попадает и к сотрудникам дорожной полиции. Прямо сейчас мы узнаем, что скажут наши эксперты. Обгон под запрещающий знак. Как мы видим. За данный вид правонарушения у нас предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей. Либо лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев. За данный вид правонарушения у нас предусмотрена ответственность в размере 500 рублей. Вот водитель заехал. Налицо движение по тротуару. То есть 2000 рублей. Административный штраф. Водитель, соответственно, проигнорировал, чуть не совершил наезд на ребенка. И за что он был привлечен к административной ответственности. На него был составлен административный материал. Вынесен штраф в размере 1500 рублей. Дорожный надзор продолжается. И кто в следующий раз отличится, узнаем уже ровно через неделю. Михаил Чернов, Артем Шмирнов. Новости северного города. В днем в городе облачно, временами снег, метель, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура в Норильске минус 9, минус 12 градусов.